Здравствуйте! Это программа Гурман Ваяж. Мы находимся в отеле Планерное. С вами Роман Малиновский и шеф-повар Юрий Морошко. Юрий, привет! Добрый день! Говорить и готовить будем сегодня французскую кухню. Да, или попытаемся что-то приготовить из французской кухни. Потому что это очень интересная кухня, это очень серьезная кухня. И вообще все кухни, которые существуют где-то, все-таки они пошли в основу от французской кухни. Итальянцы говорят, что из Италии. Оставим на их совести. Да, все рестораны опираются на французскую кухню. Ну да, считаешь, что высокая кухня французская. Да, мы сейчас попытаемся что-то приготовить, какие-то блюда, но при этом не обидеть великих французских шеф-поваров. Давай постараемся. Сегодня мы постараемся приготовить на горячее семгу под соусом, под белым соусом, белым вином. Вот так? Да. Ну для этого, то есть начнем еще, начнем с соуса. Давай, Сема, приготовься, я думаю, моментально. Да, то есть как будто поставим сотейничек, добавим немножечко маслица. Ну давай уж не тянись, помогу. Спасибо. Что это? Алягерка-малягер. Да. Затем прямо вот обильно добавляем специи, всякие травы. Много. Очень много, да, тут добавляем, чтобы именно жарилось, да. Добавляем мятки. Прямо вот, то есть как бы не стесняясь, режем стебельки. Или сельдерей добавляем. Пока у нас мощная овощная основа для нашего соуса. Да. Тоже шинкуем произвольно. Не столь важно, как шинковать. Мы это не будем использовать в основном. То есть вот я хотел спросить, мы потом это будем использовать? Нет, мы не будем. То есть как бы это мы все просто обжарим с маленьким... Мой ход. С маленьким количеством масла. То есть как бы мы это все обжариваем. Готовим на растительном масле? Да. Ну, на растительном, на оливковом масле можно готовить. На безвкусном. Нам надо забрать все витамины, все питательные вещества с этих продуктов. Сейчас их обжарим. Для того, чтобы они обжарились и внутри все свои питательные вещества оставили нам для притаяния соуса. Когда мы будем сюда добавлять вино, когда мы будем сюда добавлять вино, вино и сливки. Угу. То есть когда... А мы одновременно или вино добавим, выпарим алкоголь? Сначала мы добавляем вино. И только после этого, когда мы выпариваем вино, мы добавляем сливки. Если мы добавим одновременно, у нас соус сразу отсечется. Да, он просто отсечется. И то есть получится как просто квашек. Юр, ты знаешь, мы когда говорим о французской кухне, я не могу не вспомнить человека, который написал большой кулинарный словарь. Это Александр Дюма-отец. Писал на него 15 лет. Представляешь, это его последний труд. И, кстати, вот его личное мнение было, что его книги могут забыть. Они забудут именно большой кулинарный словарь, потому что, знаешь, какая мотивация была? Потому что человек ест как минимум три раза в день. А книги можете не читать. Вот вино у нас выпаривается вместе со специями. Мне потребуется еще масло. Если можно, подай мне, пожалуйста. Для приготовления рыбки. Вообще, конечно, французская кулинария. Почему я специально сейчас сделал ударение в этом слове на кулинарию? Потому что, ну, есть такое мнение, что когда говорится кулинария, это имеется в виду маленький магазинчик, где продают уже готовые какие-то блюда. Потому что салаты, там, заготовки. А кулинария – это само искусство приготовления продукта. Должно удобно тебя отвлекать. Не подашь? Да, отвлекай что-то. Соль, перец. Да, и перец мне, пожалуйста. Белый? Белый. Это черный. Нет, мне надо будет белый и черный. Ну, давайте. Я подумаю и какую-нибудь добавлю. Сейчас посолим. Солим нашу рыбку. Белый. Белый. Казалось, что белый. Нет, вот белый. Посолим и поперчим с двух сторон. Вот, спасибо. Мы добавили сливок сюда. Если вино как бы достаточно хорошо мы выпарили, мы уже видим, что у нас уже как бы однородная консистенция нашего соуса. Мой аромат сумасшедший просто. Сейчас осталось нам немножечко его выпарить некоторое время. Специи можно добавлять, ну, то есть как бы разнообразные. В зависимости как бы в каком, как говорится, в каком местности Франция кто живет. Соус у нас уже в процессе остался, я думаю, немножко. Подготовим немножечко ингредиентов еще для него. Такой как конус. Что было, надо будет его процедить. Ты мне будешь помогать. Ох. Обязательно. Садим, я не справлюсь. Зачищайтесь. Да. Так, ты бери сотейник. Беру. Держу вот так. Держу, держишь вот так, да. Ох, догадаясь. Я беру наш соус и начинаем его процеживать. Аккуратненько, аккуратненько. Вот, процеживаем. Теперь ты его поднимаешь, только вот кверху только. Да, я раз. Раз. И все, вот это у нас уже. Вот так, валя. Мы это убираем. Этот сотейничек мы опять ставим. Ох, аромат какой, на плиту уже сейчас. Сейчас мы его прогреем и будем уже его доводить до вкуса. Добавить белого перчика еще. Белый? У тебя? Да. Нет, я имею в виду темное. Колбочка темная. Все никак не запомнил. И еще. Вот. И теперь мы, то есть, как бы добавляем в наш приготовленный соус. Добавляем в раковые шейки. Они тоже вот любят, любят, чтобы это все было дорого, чтобы это было пафосно все. Чтобы это хотелось есть. Мне уже очень хочется. Сейчас я попробую еще. И можно уже... Немножко привкус дадим лимончикам. Так, рыбка у нас готова. Так, тарелка. Солф у нас у нас тоже готов. Да, нам нужна теперь тарелочка. Так, нам еще лайм потребуется. Для декорации. Обмакивает сахар. Ох, мы сейчас карамелизуем наш лайм. Да. Не пытайтесь повторить это дома. Да, лучше это не пытаться повторить дома. Потом самим отмывать плиту. Вот так. Слушайте, ароматы джонного сахара и лайма, это что-то сумасшедшее. Очень жалко, что телевидение не передает ароматы. Самое главное потом быстро это все затереть, пока это все не высохло до конца. Вот убрали, как бы через минуту, как бы ничего не делали. Вот. Я бы все равно не пробовал. Да, вот так, как бы наше блюдо уже готово, мы сейчас начнем немножко сервировать наше блюдо. Так, для этого нам потребуются листья салата. Так, выкладываем нашу рыбку. Так, и теперь соус. Да. Так, я зелень нашу пока уберу. Соус наш как раз, вот он приобрел цвет, то есть, да, такой серый цвет насыщенности. Рыба какая-то коричневая, да? Ой, потрясающе. Украшаем, поливаем рыбу нашу. Рыбу тоже, как бы, обязательно надо поливать одну треть, одну четвертую часть рыбы. То есть, как бы, показывая... То есть, показываем и самую рыбу. Да, показываем самую рыбу, что и показываем, что мы, то есть, как бы, ничего не скрываем. Что это настоящее, хорошее, свежее. Столько, что приготовленная рыба. Да. Ставим, пошлаем. Ой, давай это покажем, не уберу. Юр, очень красиво. Поступает самый волнительный момент. Начинаем пробовать. Да. Ты святого края, святого. Да, но сначала я предлагаю, надо попробовать соус. Давай. Сначала попробуем соус. А потом попробуем рыбку. Рыбку есть для этого. Вкусно? Ой, вкусно. Теперь можно уже... Так, теперь пробуем с рыбой. Соус. Обязательно. Юр, расскажи что-нибудь. Что сказать? Может быть, вином запьем? Пока, пока не знаю. Немножечко отвлекаемся. Давай. Сегодня мы говорили о великой французской кухне, о великих французских шеф-поварах. Я думаю, после этой программы для вас, друзья мои, появилась еще новая кулинарная мека. Это отель Планерный. Шеф-повар Юрий Морошко. Юр, спасибо огромное. Потрясающий обед. Это была программа «Гурман Ваяж». Я ее ведущий, Роман Малиновский. Приятного аппетита. И, конечно же, мойте руки перед едой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова